Так, здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте, телезрители. Сегодня у нас в гостях одна из самых активных участниц студенческой жизни в Нивелэк, Пуревдорш. Она приехала к нам из Монголии, и, естественно, ее жизнь не ограничивается только университетом. Я вот слышала, что этим летом вы были гидом в Монголии. Это правда? Да, я работала гидом. В течение месяца я ездила по Монголии. А по каким именно местам вы проводили свои экскурсии? Может быть, вы слышали о Куспине-Гоби? Это оно по территории, в той мере, по шейну, по территории. И очень красивое место, туристы очень любят. И по Гоби, и я ездила в остальном. Это интересно. А вы же вместе проводили экскурсы для иностранных людей, а на каком языке вы разговаривали? Я проводила экскурсию на английском. А для вас было сложно вести экскурсию на неразном вам языке? Ну, дело не в языке, а в сложности именно в том, дело именно, ну, сложности именно в поездке. То есть, там проблемы какие-то были. А какие у вас трудности возникали? Ну, просто на плечах гида большое, ну, очень важно. Ну, работы гида очень важны тем, что гид офисный за всем. То есть, там, за пиши, вообще все, что может быть, там, все организуют, поэтому, как бы, очень волновалась меня в каких-то хумиях. А вообще, вот, туристы из разных стран, они не встречались между собой? Ну, у меня туристы, в основном, из франции были. Правда, были люди, которые плохо владели английским. Но у меня, у меня многие молодые, вот молодые были, поэтому, как бы, довольно нормально. Ну, уровень языка не очень хорошо. А так, у меня еще есть в Германии были некоторые, можно сказать, немцы, и более вежливые по отношению к гидау, и им свойственные вежливые, все об этом говорят. А вот, как вот они различаются между собой, что вот для них было интереснее всего увидеть именно в Германии? Это зависело от поездок. То есть, там была поездка разный тип, там, например, спортивный. И им не было больше предпочитаний, например, равнинный, там, какие-то места, может, как в соревновании, там, все такое. А то, и молодые, они обычно предпочитали, там, какие-то религиозные места, или на моргобе, тоже к устреню. Потому что это, как бы, очень уникальное место, как, очень красивое. А для вас, как вам, что более интересного было рассказывать? Мне было вообще очень интересно рассказывать, потому что я раньше там не была. Ну, Монголия, как сказать, довольно большая страна, и я ни разу не объехала. То есть, ну, я не объехала свою страну. И мне было очень интересно посмотреть в Голубе. То есть, очень красивое место. И все рассказывать мне было интересно. Не легко, но очень интересно было. Да, я думаю, действительно, очень внимательно, интересно. А какие у вас были такие случаи, которые запомнились тебе сейчас? Я помню, у нас было там спортивное соревнование. Ну, то есть, там у нас была группа большая из французов, 35 французов. И с Монголами наша... Нас было 53 человека. И, ну, я работала поваром сначала две недели. И там были случаи, что они запоминали какие-то слова, когда они вставались. Вот, они говорили там на Монгольском некоторых словах, мы там не знаем. Ну, Сэмю, ну, это там Добрый день на Монгольском, да. И все они изучали, ну, там, выучили там какие-то слова, там, но у них был номерочек, и они запоминали это, и это было очень смешно. И еще один случай был, когда я работала гейдом, у моей одной туристки заболела живот. И я так сильно волновалась, что я ночью не спала, не два дня. И я чуть ли не сделала массаж. Это очень... А как же с вами близко отреагировала? Как вы говорите? Вообще-то она начала волноваться из-за того, что я волновалась. И именно потому что я очень волновалась. А видите, как профессия может открыть в человеке такие качества, такие заботы? Да, кстати, да. Ну да, и ваше рассказывать действительно очень интересно. А вы собираетесь в этом году или в будущем повторить этот опыт? Да, я думаю, что если я буду находиться дома в Монголии летом, то я обязательно буду работать. И они тоже сказали, пригласили меня на родные члены. Спасибо. Ну, я желаю вам удачи, если вы опять поедете проводить экскурсию. Спасибо вам большое, что вы посетили нашу телестудию. С нами была сегодня, нами была Курев Дорж. Спасибо. До свидания.